Чарльз Диккенс А тема сегодняшней встречи – расстройство аутического спектра. Как диагностировать, как помочь своему ребенку, с какими сложностями встречаются родители. И поговорить с нами сегодня об этом Марина Протопопова, магистр клинической психологии, клинический психолог и руководитель нейропсихологического центра «Разум». Здравствуйте, Марина. Благодарю вас, что решились к нам прийти, поговорить о такой теме, важной, мне кажется, для современного общества. И первый вопрос, который я хочу спросить, вообще как по-простому любому человеку понять, что такое аутизм, что такое расстройство аутического спектра? Аутизм – это заболевание, оно выставляется психиатрами. А когда ребенок маленький, то здесь, наверное, уместнее говорить именно о расстройствах коммуникации, расстройствах аутистического спектра. И как понять, основные симптомы – это сложности коммуникации и контакта. То есть вот они, базовые вещи, на которые стоит обращать внимание. Это проявляется уже у совсем маленьких детей. То есть даже у ребенка до года можно уже такие звоночки увидеть, чтобы обратиться к специалистам. Например, если это маленький ребенок, то ребенок не очень проявляет эмоции. Или, вы знаете, вот это нет живости эмоций, этого комплекса оживления, который есть. Взгляд, он такой, знаете, как будто немножечко сквозь тебя. Вот он смотрит, и как будто немножечко сквозь. Ну, это такие, знаете, самые поверхностные симптомчики, которые уже видны в совсем раннем возрасте. Еще что может быть, когда ребята постарше, это уже хорошо видно, отсутствие визуального контакта. Глазки в глазки. И здесь, знаете, вот родители часто говорят, что, ну, вроде бы ведь есть контакт. Здесь очень важно обращать внимание на то, вот какой это контакт. Вот когда он смотрит, ну, вот так, смотрит на все. Ну, мимо. То есть вроде бы он посмотрел, но это и на цветочек, и на вас, и все одинаково. И я всегда в таких ситуациях говорю родителям, вот в этот момент я как шкафчик. На шкафчик посмотрел, на меня тоже посмотрел. То есть не на субъект общения какого-то, да, ну, просто как на объект. И вот это вот очень отличительная особенность, потому что кажется, что вроде бы есть контакт. А когда непосредственный, ну, например, что-то попросить, то есть вот она, когда должна быть коммуникация. Вот тут, как правило, очень хорошо видно. И родителям можно тоже на это вот прям обращать внимание, когда, например, ребенок что-то просит, или когда он, ну, ему что-то надо, смотрит ли вообще он на родителя. Очень часто бывает, что ребенок, например, за ручку маму берет, тянет куда-то, или просто идет туда, куда ему надо, но при этом вот этого вот контакта нет. Потому что это вот самые такие яркие проявления, которые, вот они на поверхности. Но, к сожалению, и то они, ну, не всегда остаются вот в фокусе внимания родителей. Поэтому, если вот замечаете у своего ребенка, что что-то немножко не так. В поведении это может проявляться. Какие-то такие стереотипные действия. Например, что это? Ну, например, манипуляция, например, там, знаю, колесиком от машинки. Вот он крутит, крутит это колесико от машинки. Или, например, там, выкладывание каких-то там плашечек в рядочек. Вот он выкладывает и выкладывает. То есть такие стереотипные, повторяющиеся. Это могут быть какие-то двигательные стереотипные действия. Например, когда какая-то эмоция, там, взмахивает ручками или трясет ручками. То есть какие-то такие действия, которые, ну, другие ребята не делают. Вот я бы так сказала. И это обращает на себя внимание. И на самом деле внимательные мамы, они часто вот видят, что что-то немножко не так. Иногда у меня даже на консультациях мама говорит, вот я вижу же, что что-то не так. Не могу понять, задаю вопросы и не могу найти ответ. Поэтому вот на такие вот симптомчики, когда поведение ребенка немножко другое. А ребенок, когда становится чуть постарше, если, например, там, ребенку, ну, там, где-то 3 годика, вот в этом возрасте, то можно обратить внимание, что у таких ребят нет игровой деятельности. Вот на это тоже вот можно посмотреть и уже видно, как происходит развитие. А что это значит, нет игровой деятельности? А вот эта вот манипуляция, там, вот просто что-то крутить, просто там перебрасывать что-то. То есть это характерно для детей раннего возраста. А потом появляется игровая деятельность, функциональная игра. Машинку он катит, молоточком стучит. То есть, ну, какие-то функциональные действия, еще не совсем прям такая игра, но постепенно они потом заходят. И вот переход из манипуляции вот в эту функциональную игру, вот он тут тоже может быть затруднен. Вот на это тоже можно посмотреть, как ребенок играет. Часто очень застревают в манипуляции, и, ну, сложно им потом дальше. А родители часто говорят, ну, играет. Он может очень долго занимать себя. А чем занимает? Вот большой вопрос. Потому что ребенок взрослеет, и, соответственно, его действия, они должны быть такие все больше, больше, больше. То есть у него больше появляется интересов. А если это все одно и одно, у меня вот не так давно был паренек, да, он любит машинки, вот он ту машинку берет, и он с ней ходит, и он с ней ходит, поставил, колесико покрутил. Вот и весь репертуар действий с машинкой. То есть вот оно, отсутствие игры, то, что можно заметить с такими ребятами. И мы очень много усилий потратили на то, чтобы он покатил эту машинку сам. Потому что очень еще важный момент, они же не будут рядом с тобой играть. И они не дадут тебе играть рядом. То есть он, как правило, там, он или забирает, или еще что-то. То есть вот оно, коммуникация нарушена, соответственно, вот совместной нет игры. Но здесь еще важно говорить о том, что в раннем возрасте игры совместной у детей тоже нет. Они играют рядом. И это нормально. А уже чуть потом, позже, ну, третий год жизни, уже начинаются вот такие совместные игры, когда они интересны становятся друг другу. Вот на это можно обратить внимание. Потому что иногда говорят аутизм, аутизм. А по большому счету, ну, далеко не всегда это вот прям аутизм, заболевание. А детей с такими проявлениями, вот звоночками такими, коммуникативными, когда вот визуального контакта, ну, недостаточно, их на самом деле большое количество. И тут очень важно, вот как раз вот этот вот момент ранней диагностики, раньше заметить. Потому что, ну, психика нашего мозга такой, он очень пластичный мозг. Чем раньше, тем лучше. Почему, да, вот эти вот сейчас службы, раннего вмешательства вводятся? Потому что потенциала больше. Если мы с двухлеточкой начинаем работать, то в три, в четыре, в пять, это уже будет совсем другое дело. А если, например, в пять только начинаешь, то уже задержки, там уже развитие уже, оно совсем не так идет. Ну, хотя в любом возрасте надо начинать. Потому что вот сейчас я работаю с молодым человеком, которому в детстве ставили синдром Аспергера. Он большой молодец, он закончил вуз. И сейчас ему хочется. Он понимает, что он отличается от других детей, от других взрослых людей теперь уже. И ему очень хочется научиться. Научиться как-то распознавать эмоции, как-то проявлять эмоции. Как он говорит, может быть, играть в это? Я говорю, давайте пробовать играть. Поэтому в любом возрасте важно просто двигаться. Есть ли какие-то особенности половые в плане диагностики аутизма? Потому что есть распространенная точка зрения, что мальчики, они притормаживают немножко в развитии, что позже начинают говорить. То есть есть ли особенности диагностики в этом плане? Мужской плод, он в принципе более уязвим, еще внутриутробно. И поэтому задержек у мальчиков больше и диагностируют их больше. Но проявления, они в принципе одинаковые. И у мальчиков, и у девочек. Вот тот симптомокомплекс, о котором мы говорим, да, это вот и сложности коммуникации, сложности контакта. Вот это вот стереотипные, стереотипные действия. Оно и у мальчиков, и у девочек одинаково. И поэтому в проявлениях расстройства оно одинаково. Ну, мы не говорим сейчас именно о особенностях развития детей. Потому что, чтобы выставлять диагноз, это делают врачи-психиатры. И это, ну, уже в более старшем возрасте, в раннем возрасте не выставляют еще. И поэтому вот тут очень важно, чтобы родители сами обращали на это внимание. Заметили какие-то звоночки, заметили какие-то особенности. Обращались к специалистам. Потому что близкие люди на самом деле могут быть очень хорошими педагогами для своего ребенка, которые помогают двигаться. Вообще, насколько я знаю, что расстройства аутического спектра овеяны кучей всяких каких-то мифов. Один другого страшнее. И хочется проговорить все-таки, какая природа у этого расстройства, что это органическая, генетическая, коммуникационная просто нехватка коммуникации. Откуда вот это расстройство берется? Да, это органическая природа. И много очень споров, допустим, что что-то провоцирует, например, прививки. Но опять же, прививка сама по себе, она не вызывает же аутизма, проявления расстройства аутистического спектра. То есть надо просто внимательно обследовать ребенка, чтобы он был здоров, когда, допустим, ставится прививка. И, как правило, это же особенности организма мамы. То есть уже были эти вопросики. И очень важно наблюдать, какой он был совсем ранним возрастом, да, что это. Потому что сама по себе прививка, ну, она не вызовет. Аутизма точно не вызовет. Да, очень часто манифестируют какие-то проявления. Родители отмечают, что, допустим, прививка была и манифестируют. А то, что касается генетики, да, то да, бывает, что у кого-то, у близких, у них какие-то вот особенности есть, особенности там контакта с миром, особенности коммуникации, а тип темперамента он наследуется. И, соответственно, ну, какие-то моменты, да, бывает, что у родителей есть, у ребенка есть. Хотя бывает и что у родителей и ни у кого в близком окружении ничего подобного не было, а ребеночек такой рождается. Хочется еще, знаете, уточнить по поводу коррекции. Насколько сейчас развита коррекция расстройства аутического спектра? Ну, то есть, хочется, чтобы люди, которые сталкиваются с аутизмом, чтобы они понимали, что это, как говорится, не приговор, да? То есть, какие сейчас возможности, насколько это корректируется, какие способы современные, актуальные есть? Много сейчас направлений, которые помогают ребятам таким, много специалистов. Здесь важно смотреть степень нарушений, потому что, допустим, есть поведенческие подходы. И чем более тяжелая степень выраженности, тем, да, больше поведенческие подходы подойдут. Если мы говорим о расстройствах менее выраженных, да, то тогда очень хорошо работает игровая терапия, терапия сенсорной интеграции. Когда ребенок учится чувствовать свое тело, понимать свое тело, выстраивать коммуникацию через игру, через взаимодействие с взрослым, и, соответственно, и стимулировать ребенка на эту коммуникацию через совместную деятельность, игровую деятельность, это, ну, намного проще. И я всегда говорю родителям, что наша задача, не чтобы он за стол сел и научился что-то делать, а чтобы он, выйдя из кабинета специалиста, в реальной жизни тоже мог это делать. Не просто вот научились, сидя за столом, придержали, да, и что-то мы ему даем. А чтобы это было в непосредственной среде, чтобы и дома мама с папой могли так же делать, чтобы и где-то в социуме, когда он будет, он тоже мог то, чему он научился, вот этим вот своим, ну, новым приобретением, да, в плане контакта и коммуникации, чтобы это мог транслировать. А вот семья, в которой появляется ребенок, да, с таким расстройством, с какими вызовами она, ну, стандартно, да, сталкивается? Что меняется в образе жизни, семьи, когда появляется вот ребенок с таким расстройством? А когда родители замечают, что что-то не так, как правило, это тревога, это страхи. И даже когда обращаются к специалистам, говорят, да, что вот что-то не так с ребенком, очень часто это отрицание, начинается поиск врачей, кто скажет что-то по-другому, поиск специалистов, которые скажут что-то по-другому. И я всегда говорю родителям, что очень важно работать с состоянием ребенка, потому что вот на этот поиск того, кто скажет мне по-другому, может уйти огромное количество времени. И очень важно просто начинать помогать, начинать работать с ребенком, потому что чем раньше, тем лучше. И здесь, конечно, очень важно помогать родителям, мамам, особенно мамам, потому что мамам очень сложно бывает вообще со всей этой ситуацией принять ситуацию. Потому что когда мама в ресурсе, когда мама может улыбаться, когда мама может качественно общаться с ребенком, то с помощью специалистов можно получать очень хорошую динамику. И, соответственно, если мама не в ресурсе, переживает, страдает, боится за каждое проявление, то, конечно, она не настолько эффективна в помощи своему ребенку. И динамика меньше. И мы всегда с мамами учимся, чтобы они учились замечать, знаете, даже вот крупиночки динамики. И я всегда маму говорю, это в нашем центре, это наша задача, чтобы вы, у нас есть интенсивные курсы, когда ребенок с мамой целый месяц ходит, я им всегда говорю, вот вы уходите из разума после интенсива, и вы должны понимать, вот что делать, как делать, как взаимодействовать. И вот это вот замечать крупиночку динамики, это очень важный момент. Это, в принципе, очень здорово для любого возраста родителей, хоть какой у тебя ребенок, потому что если замечают крупиночку, то такая мама крупиночку заметила, потом мы начинаем копить, еще крупиночку, еще крупиночку, и потом мы получаем хорошую динамику у ребенка. Да, может быть, для другого ребенка это не очень динамика, да, но для этого конкретного это его динамика, это его рост, это его ресурс. И вот это вот очень важно, потому что часто бывает, мама приходит, вот планочка такая высокая, должен быть уровень такой-то, а он ничего не делает или даже ходит, например, к специалистам, но что-то нет динамики. И вот тут очень важно замечать маленькую-маленькую динамику, тогда и мама будет довольна и счастлива, да, мы двигаемся, ребенок растет, мы добиваемся каких-то успехов. Поэтому вот это вот очень важный момент – учиться замечать маленькую динамику, что он чуть-чуть лучше стал делать, что чуть-чуть стало получаться. Не знаю, допустим, не может ребенок попросить, нет просьбы, но, например, стал ручкой вот так делать, да, то есть нашей, например, подсказкой. Вот оно, пожалуйста, уже динамика. А потом, например, визуальный контакт появился и ручкой. Вот вообще целое достижение. А потом когда-нибудь дай-дай появилось, и вот целый прогресс в развитии ребенка. Вот этот вот момент про контакт, да, то, что очень сложно таким детям, тоже на это важно обращать внимание. У меня как-то была в практике мама с шестилетним ребенком, с аутизмом, и она говорит, нам никто не сказал, вообще, говорит, за шесть лет, я говорю, от вас первый раз слышу, что нужно стремиться к визуальному контакту. А зачем он нам нужен? Если мы говорим о том, что это нарушение коммуникации и нет контакта, то получается, ребенок, он как космонавт. Вот он, вот кому-то что-то говорит. И, соответственно, как мы эту коммуникацию выстроим, если контакта нет хорошего? И у той, кстати, девчонки, когда мы, да, ей было очень непросто, но когда мы получили этот контакт, когда он у нас состоялся, мама говорит, нам все стали говорить, и в садике, и в специалисты, что она стала другая, она стала по-другому реагировать. То есть вот он, случился контакт, она увидела не предмет, а субъект, да, человека, как партнера по общению. И девчонка стала, хотя, да, там были большие вопросы, стала двигаться намного лучше в своем развитии. Поэтому очень важны вот эти вот моменты, обращать на них внимание. Не надо там парциально, там мы вот это парциально делаем, а сюда мы даже не смотрим. Важно работать с тем, что дефицитарно. А это как раз контакт, коммуникация. И эти вещи важно прям потихоньку, потихоньку, по кирпичикам выстраивать. У меня всегда вот в общении с людьми с особенностями тревожит момент вот какого-то этикета, этики уважительного отношения. Мне всегда страшно обидеть вот человека, даже не намеренно, то есть без такого злого умысла, вот на примере там вот маломобильных людей. Я, например, не знала, что вот коляска считается тоже личным пространством, что нельзя там не облокачиваться, не прикасаться без разрешения человека, что вот не будучи, не имея опыта общения с людьми с особенностями, ты как бы не знаешь, как вот прокоммуницировать правильно. И вот у меня вопрос про коммуникацию с родителями, например, ребятишек с расстройством аутического спектра и с детьми. То есть есть ли какие-то табу, есть ли какие-то правила, как правильно обращаться. Ну, то есть вот какой-то такой ликбез для внешнего мира, который вообще не сталкивался никогда ни с чем подобным. Что важно знать? Что важно? Ну, это мы не только про расстройство аутистического спектра. Вообще, когда видим человека, который отличается от нас, важно не кидаться там, жалеть, помогать, сопереживать, потому что очень часто вот эта жалость, она совсем не нужна. Маме не нужна, потому что ей нужны ресурсы справляться, ей нужны ресурсы жить с таким ребенком, понимать этого ребенка, помогать этому ребенку. И когда мы пытаемся пожалеть и как-то вот помочь, то это не всегда бывает нужно, потому что мы тогда провоцируем маму на снова эмоции какие-то отрицательные. А если хочется там как-то общаться, поддерживать, ну да, мы понимаем, что у ребенка есть вопросы. Ну, есть вопросы. И если мы компетентны в какой-то информации, да, то мы можем сказать, что есть такие варианты, такие формы помощи, опять же, если это нужно этому человеку. Потому что, знаете, вот я не сторонник причинять добро, потому что ты можешь много чего знать, но человеку это не нужно. И в данный момент он, знаю, не знаю, нашел себе специалиста, да, со специалистами они как-то это обсуждают, общаются, решают. А мы можем со своим причинением добра, ну, оказать только медвежью услугу. И то же самое, допустим, если дети, например, да, ребенок, например, с особенностями приходит там в детский коллектив, на детскую площадку. Здесь тоже важно просто ребятам говорить о том, что ну, то он этому еще не научился. И у меня был опыт, я работала в одном детском центре, и у нас такого ребенка мы вот ввели в группу, он был в этой группе вместе с ребятами, и мы просто говорим, ну, не научился. И к нему, и даже с воспитателями мы проговорили, девчонки, к нему отношения как ко всем, на равных, чтобы он не чувствовал вот как-то по-другому, да, что как на равных, да, учитывая его особенности, где-то помогая ему, учитывая, что есть у него там коммуникативные трудности, он там не попросит, не подойдет. И при этом как со всеми ребятами. Ну, и на самом деле дети, если мы говорим про то, что ну, просто не научился, он не научился этому, там у тебя просить, а ты тоже что-то еще не умеешь. И дети всегда очень спокойно к этому относятся. Особенно, допустим, маленькие дети, они на самом деле очень толерантны. И каких-то таких предвзятого отношения к другому у них нет. Единственное, если вот, например, маленькие дети, когда вот ребенок с расстройством аутистического спектра, например, есть гиперчувствительность, да, здесь можно просто другому сказать, что ну, ему сильно громко, он не любит громкие звуки, потому плачет, допустим, потому закрывает ушки, что он так не любит. Вот вся информация, да, которую мы даем, для ребенка это должно быть просто доступная простая информация на его языке, и тогда она детям понятна. И тогда он понимает, ну да, вот ему сильно громко закрыл ушки, там он не научился, поэтому он ведет себя так. И у меня даже родители рассказывали про то, что иногда ребята в группе прям берут шефство над таким ребенком, там за ручку его вести, там поют ручки, особенно вот когда вот там отличаются они прям по развитию, и помогают таким ребятам. И у меня был очень интересный опыт, дети сами по своей инициативе взяли шефство над таким ребенком. Мама была просто счастлива, она прям, знаете, вот даже до слез, что как это было трогательно, что дети сами проявляют. Поэтому просто спокойно говорим, просто предлагаем возможности помощи, если мы знаем о качественных возможностях, и не более того. И не надо там сожалеть, тем более там устрашать, а не аутизм ли у твоего ребенка, и что это такое. Потому что навешивать ярлыки – это дело такое, очень неблагодарное. Потому что потенциал у каждого у нас разный. И бывает, ребята так потрясающе двигаются в динамике, что вот просто диву даешься. А что у нас, ну там, в городе, например, происходит с инклюзивным образованием? Для таких детей вообще, то есть оно присутствует где-то, или все-таки отдельные классы коррекции, как это все происходит в Барнауле, и как хотелось бы. Инклюзия – это вообще такая особая тема, потому что, да, сейчас все родители имеют право, чтобы ребенок был в обычных условиях, с обычными детьми. И здесь, знаете, как палка двух концов. Когда я бываю на конференциях, то это часто обсуждение специалистов. Здесь, да, есть инклюзивное образование, да, ребенок может там быть. Есть и специализированные группы, допустим, в детских садах, где дети с задержками развития. И такие-таки варианты есть. Здесь очень важно индивидуально смотреть на то, куда попадает ребенок, в какие условия он попадает, и насколько компетентны взрослые, которые будут рядом с ним. Потому что, знаете, у меня были в практике случаи, когда, да, с выраженными особенностями ребятки ходили в обычную группу детского сада, где их очень любили воспитатели. И они все делали для того, чтобы и ребята к ним хорошо относились, и воспитатель сам помогал. У нас была вообще прям замечательная ситуация. Поэтому бывают всякие опыты. Бывает и опыт специализированной группы, где все здорово, замечательно, и где это качественная помощь. Специалисты знают, что нужно делать и как нужно делать. Самое главное, насколько компетентен взрослый, который будет с этим ребенком. Насколько он может помогать этому ребенку. И если взрослый компетентен, то, в принципе, здесь от возможности ребенка смотрим, где ему будет комфортно. Или помогаем этому взрослому. И у меня не раз были случаи, когда я консультировала, допустим, воспитателя детского сада, где ребенок, или учителя, который общается с ребенком. Но это, конечно, все по инициативе родителей, когда им это очень важно. И когда специалист заинтересован, он просто получает нужные для него знания и качественно помогает ребенку. А как родителям условно здоровых детей объяснить важность и полезность инклюзии? На самом деле инклюзия полезна тем и другим ребятам. Очень полезна. Потому что, когда ребенок, ну так, образно говоря, норматипичный, видит ребенка с особенностями, ведь он тоже учится. Учится быть более бережным, более внимательным, помогать в чем-то этому ребенку. Не просто делать то, что я хочу и как я хочу, а еще и ориентироваться, что вот есть и другие. Поэтому на самом деле польза, она очевидна и для тех, и для других ребят. А ребята с особенностями, они тоже смотрят на детей. Может быть, он не всегда включается, но он с интересом смотрит, что делают другие. Постепенно начинает подражать, постепенно начинает... Допустим, ребенок еще не умеет коммуницировать. Мама часто его такое рассказывает. И он, например, просто бегает рядом. Ему кажется, что он вместе с ними, он доволен и счастлив. Сначала рядом, а потом потихонечку учимся вместе с ребятами. Ага, хорошо. А меня еще потрясло то, что... Почему еще считаете важным, что... Ну, есть исследования, которые подтверждают, что чем более разнообразный коллектив, чем более разный немалитический коллектив, тем меньше в нем уровень насилия. Это такая очень простая тоже вещь. Что нет какого-то другого, который прям супер отличается, которого нужно затравить, потому что все разные. И нет какого-то одного типажа. На самом деле это действительно так. Это очень важно, потому что проявлять себя как-то по отношению к другим очень важно учить с детства. И вот эти нравственные ценности, культурные ценности, это очень важно. И среда, там, где родители этому учат детей, как правило, такие дети, они менее эгоистичны. Они не только на себе фокусируются, но и на том, что там, не знаю, кошечку надо покормить. А там, если я где-то там с ребятками, когда он не такой, да, и там я ему стульчик оставлю, он, например, не прибежит так же быстро, как я, и я ему поделюсь с ним там чем-то своим. И это не про то, что я должен там отдать кусок от себя, да, пожертвовать. А это про то, что я просто делюсь. Про какую-то такую душевную щедрость, которую очень важно воспитывать с раннего возраста. Потому что ценности, они ведь потихонечку прививаются в нас. Они же не сами по себе берутся. И человек, который обладает, да, багажом потом культуры, да, нравственных каких-то качеств, он же не сам по себе такой стал. То есть это же по ступенечкам движение. Поэтому если родитель хочет вырастить такого нравственного человека, да, с такими хорошими моральными принципами, то это очень полезный опыт, когда рядом другие, другие дети, которые отличаются немножко, да, вот они что-то не умеют. И просто говоря о том, что да, он не умеет, мы учимся и в том числе и другому отношению к миру, к себе. Поэтому инклюзия такое дело очень хорошее. Главное, чтобы это было продумано, чтобы это не просто вот внедрили ребенка, и как он там, и как этот бедный педагог, который не знает, как с ним работать. А когда есть компетенция у взрослого, то тогда и у детей все здорово и замечательно. Мне нравится метафора, в чем разница между diversity и инклюзией, между разнообразием, когда дети просто есть, и инклюзией, что это как, когда ты пришел на танцы, что инклюзия, что ты просто пришел, ты присутствуешь в этом пространстве, а инклюзия, когда ты еще и можешь станцевать, ну, то есть, несмотря на свои особенности. Да, да, не просто побыть. У нас есть некая традиция, мы каждого эксперта просим поделиться какой-то практикой или книжкой, или фильмом, в общем, чем-то таким практическим и понятным, что можно в своей жизни сделать, применить, посмотреть, чтобы повысить уровень своей экспертности в данной теме. Что бы вы могли порекомендовать, ну, не важно, что это упражнение, или книга, или фильм, все что угодно, чтобы больше понять про явление, о котором мы сегодня говорили? Чтобы больше понять, я бы порекомендовала простые упражнения, которые могут делать родители, вот чтобы понять, есть ли у ребенка какие-то вопросики или нет. Например, если это маленький ребенок, то есть контакт, как он контактирует. Например, подаем ребенку игрушку и наблюдаем, как он ее возьмет. Он просто ее схватил и побежал дальше, или как-то по-другому. И если мы замечаем, например, что у ребенка вот сложности с контактом, то я всегда говорю, все делаем от носа. От носа мы подаем игрушку, от носа мы подаем вкусняшку. И, соответственно, если я подаю от носа, то я попадаю, мое лицо попадает в фокус внимания ребенка, и он меня заметил. А если он меня заметил, значит, мы сможем потом сделать шажочек к тому, чтобы, допустим, он повторил что-то за мной, или чтобы он со мной хотя бы вот в мимолетном, да, в секундном был контакте. Поэтому вот это вот чудесное упражнение, все давать от носа, это прям вот хит, который я всегда рекомендую родителям. И он, кстати, очень эффективен, потому что тогда мы, попадая, становимся вот, ну, не шкафчиком, а живым субъектом, на которого обращает внимание ребенок. И что еще? Можно вот из практических таких вещей двигаться в совместные простые игровые упражнения. Если, например, он машинку просто крутит, то начинать рядом с ним катить. Би-би-би-би, чтобы ребенок это замечал. Хотя бы вот сначала просто замечал. А потом, если это делать регулярно, то точно, стопроцентно он ее когда-то покатит. И вот начинать такие простые упражнения, которые будут двигать ребенка в развитии, это может любой родитель. И если, чтобы стимулировать контакты, коммуникацию, про которую мы говорим, да, там, где есть нарушение, если мы хотим, чтобы это было эффективно, то я еще рекомендую родителям всякие самые интересные и самые там вкусненькие штуки на полочку повыше. То есть, чтобы их было видно, но чтобы ребенок не просто сам достал, не попросив. А чтобы стимулировать, вот это вот как раз контакты, коммуникацию. Потому что потрясающе работает. Именно то работает, когда ребенку что-то надо, когда есть мотивация. Вот там будет все получаться здорово. А если там, не знаю, ему не нравится стаканчик, я могу хоть сколько бегать со стаканчиком, и он ему так и не нравится. Вот, поэтому убирать что-то повыше и стимулировать ребенка попросить. То есть, вот он обязательно будет контакт, обязательно будет взаимодействие. И вот это тоже можно очень эффективно использовать для того, чтобы двигать этот контакт и коммуникацию. Помогать своему ребенку. Здорово. Спасибо большое, Марин, за такой содержательный, полезный и практический разговор. Уверена, что зрителям тоже много можно будет взять из него. А следующая наша встреча будет посвящена теме женственности. Как меняется представление о женщине в современном мире. Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok